МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раскрыл спортсмен секрет успешной карьеры. Любимые матчи 34-летнего футболиста – это игры за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Именно встречи на топовом уровне мотивируют капитана национальной сборной больше всего. В этих турнирах многое поставлено на карту, необходимо работать в сложной ситуации и под давлением. Но профессионалам нужно быть ежедневно, говорит Роналду. В 20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы. Мой лучший гол – это гол Ювентусу, который я забил, играя в составе Реала в Лиге чемпионов. Я хотел этого очень давно. И случай представился в решающий момент в матче против великой команды и единственного в своем роде вратаря Буфона. Сказал португалец, который считает себя полноценным игроком без недостатков и работает над тем, чтобы стать идеальным футболистом или хотя бы максимально приблизиться к этому идеалу. Сборная ЮАР – обладатель Кубка мира по регби, информирует Евроньюз. В финале турнира команда победила Англию со счетом 32-12. Это уже третья победа ЮАР в регби, что ставит ее в один ряд со сборной Новой Зеландии. Ранее южноафриканцы становились чемпионами мира в 1995 и 2007 годах. Новая Зеландия – триумфатор прошлогоднего турнира в этом году на третьем месте. Среди зрителей матча были британский принц Гарри, наследный принц Акисина, брат императора Японии Нарухита и князь Монако Альбер II. В рейтинге Международной Федерации регби южноафриканская команда поднялась со второе на первое место, а сборная Англии переместилась с первой на третью строчку. Российский боксер Сергей Ковалев уступил в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO. Спортсмен проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и не защитил пояс, передает Евроспорт. Издание предсказывает чемпиону близкое завершение карьеры и пытается объяснить, почему бой с Канело был проигран. Возможно, на Сергея повлияло слабое восстановление. В 36 лет выходил на поединок спустя 2,5 месяца после предыдущего. Возможно, он потерял скорость и плохо поработал с тренером над резкостью. Возможно, плохо изучил план Альвареса на бой. Возможно, просто вышел на ринг, продержаться как можно дольше и обеспечить себя до конца жизни и без победы над Канело. Перечисляет Евроспорт. Альварес на профессиональном ринге одержал 53 победы, 36 нокаутом и потерпел одно поражение. Два его боя закончились в ничью. Ковалев выиграл 34 поединка, 29 из них нокаутом, при четырех поражениях и одной ничьей. Агрессивный тренер. Хорошо ли это для результатов спортсмена? За ответом на этот вопрос финское издание «Ланси Суоми» обратилось к психологу, которая обучает тренеров контролю над эмоциями. В мире спорта можно найти множество примеров агрессивного поведения со стороны наставников. Юха Малинин, менеджер финской футбольной сборной для юниоров, на чемпионате Европы накричал на свою сборную, чтобы футболисты взбодрились на отборочном матче против Дании. А спортивный комментатор Тима Хайвала на том же чемпионате, напротив, удивился тому, что тренер Словении не повысил голос на своих игроков в решающие минуты добавочного времени. Даже эти два случая заставляют тревожиться психолога Марью Коконен. Страх едва ли может способствовать успехам в обучении. Скорее, крики, обзывания и ругань создают такую атмосферу, что спортсмену не удается проявить себя. Независимо от ситуации, наилучших успехов можно достичь в безопасной обстановке, в которой человека принимают и в которой можно совершать ошибки, утверждает Коконен. В случае с детьми и подростками, крики могут и вовсе повлиять на то, каким человеком вырастет юный спортсмен. Во-первых, речь идет о психических травмах. Во-вторых, вне спорта тренер всегда является для спортсмена образцом для подражания. Наставник, теряющий контроль над эмоциями, искажает представление ребенка о том, как нужно реагировать на неудачу. А ведь с такими ситуациями придется столкнуться в жизни не раз, рассуждает психолог и с сожалением отмечает, что часто подающие надежды спортсмены завершают карьеру из-за поведения тренера. Так или иначе, методики постепенно меняются. Менеджеры старой школы вышли на пенсию, а новое поколение спортсменов требует к себе другого, более чуткого подхода.